Мы им гордимся и благодарим. Молодцы ребята, что поехали. Я бы сам поехал, с удовольствием. Но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Этот командир штаба территориальной обороны продолжил все губернаторы. Нельзя бросать пост. Это видео прокомментировал у себя в телеграме Александр Глебович Невзоров. Я зачитаю. Ну Дегтярёв зря суетится, точка. Шанс повоевать с Украиной у него скоро будет и в Хабаровске. Вот так вот, просто скоро будет и в Хабаровске. И тут же он, кстати, рассказывая о боевых действиях, говорит, наши войска, имея в виду ВСУ. Вот буквально еще там месяц или два назад я рассказывая о пассаже Андрея Орлова, это культовый, замечательный, действительно, без дураков, поэт Орлуша. И он в свое время, еще до начала спецоперации, в интервью обозревателю украинскому сказал, что он готов быть проводником для войск ВСУ и НАТО в лесах Подмосковья. Мол, я русский язык знаю хорошо и места эти знаю. Я вот упоминая этот эпизод, еще тогда говорил, что, конечно, это стёб. Конечно, это вот желание эпатировать, такой же, как и, собственно, у его подельника по совместным проектам с Михаилом Ефремовым, Андреем Орловым, который призывает НАТО бомбить Россию, причем речь идет о ядерной бомбардировке. Вот сейчас, вот прочитав вот этот комментарий Невзорова, я думаю, может быть, я слишком наивен, может, я глуповат просто, считая, что мои коллеги, они так вот просто вот стебутся, желают заработать лишние лайки. Может, они действительно всерьез ждут начала военных действий Альянс России, ждут пока страна, моя страна, НИИ, будет вся пылать в ядерном плане. Вот сейчас я уже не готов вот эту опцию исключить. И мне кажется, вот все эти заявления по науехавших, допустим, Антона Долина, который сидит в Латвии, там, тут и Чулбан Хаматова и прочее, вот то, что, мол, Рига хорошее время переждать, вот они этого и ждут. Они не ждут какого-то завершения, допустим, спецопераций и возвращения к сытным бюджетам. Они до сих пор получают деньги из России, так и Ильины Чей, в общем-то, подкармливают из бюджета. Песня совсем не о том. Мне ждут они, мне кажется. Ну, я эти мысли гоню от себя, но порой мне все кажется, что они ждут, чтобы страна была уничтожена просто. Видимо, они не понимают, что тем самым как-то будет обрублена питательная ножка, что не будут в случае, допустим, гипотетическом, который на самом деле невозможен, но просмотрим вот эту перспективу, что Россия каким-то образом проиграет войну. Они думают, что они снова окажутся у той же кормушки, что они тоже будут получать вот эти миллионы, как вот там Чулпан Хамат из государственного бюджета получал, вышел на сцену, прочитал стихотворение, треть миллиона получил. Рената Литвинова что-то там написала для театра, миллион другой заработала. И Земфири тоже там на миллион другой выкатила. Заработки. Заработки не от меценатов, не от спонсоров. Непосредственно просто от государства. Неопосредованно через какие-то там продюсерские проекты, через финансирование фильмов или спектаклей, а просто на сайте госзакупок. Зайдите, как я зашел, и посмотрите. Просто из бюджета получали и думаю, что получают. Но они не будут получать в случае, если Россия потерпит поражение. Их не будут кормить, предать не любят. Знаете, я в свое время гордился, будучи журналистом, что выдал на экраны всесоюзного телевидения генерала Калугин. Олег Калугин. Генерал ГГБ, который стал депутатом Верховного Совета. Один из таких вот, не архитекторов, конечно, перестройки, но один из, как сейчас есть термин лом, лидер общественного мнения. Один из ломов перестройки. Ну, мне казалось, это круто. Генерал ГГБ с нами. Революционерами. Детская, конечно. Наивный, наивный я был. Но вот, песня совсем не о том. Он же, когда уехал в Америку, эмигрировал, не смог там получить никакого жирного места. Его, в общем-то, хозяева не побаловали ничем. Он занимался, не знаю, занимается ли сейчас, он занимался экскурсиями. Он просто организовывал в качестве гида, возил западных туристов по чекистским местам в Вашингтоне. Ну, где там кто-то что-то работал, кто-то с кем-то встречался, или вообще как-то вот пометил ту или иную локацию. Вот этим он занимался. Конечно, сейчас молодые не понимают, что такое генерал ГГБ в советское время. Это был такой олигарх-лайт. То есть, этот человек хорошо, там у него не было Рос-Ройсов каких-то, он не устраивал дни рождения, где были фонтаны из икры, как там. Какой-нибудь Роман Аркадьевич Абрамович. Это был очень влиятельный человек, с огромными возможностями, и очень по советским меркам крутой. И вот он дотрахался думышей с этой своей деятельностью. Я, кстати, не жалею, что я делал эти интервью и участвовал в этой движухе. Мне обидно, конечно, что многих журналистов, таких как я, просто манипуляторы поимели. Кстати, эти манипуляторы были в том числе и из Комитета государственной безопасности. Это были и комсомольцы, и чекисты, все те люди, которые вот всю эту вещь выстраивали. Вот здесь мне обидно, но я понимаю, я понимаю, что что-то надо было делать с той системой, которая сложилась прибрежнее и по инерции развивалась. Но нас всех на самом деле обманывали. Когда я говорю, нас я не имею в виду журналистов, я имею в виду советский народ. Хотя я не любил никогда ничего советского. В общем, советская пропаганда приучила нас любить запретные плоды Америки, как там прекрасно исполнено Бутузову в прощальном письме. Goodbye, Америка. Это все было. Просто мне кажется, что многие из моих коллег и из моих сверстников, из людей, которые участвовали в этой движухе, они так же остались вот в этой парадигме. Им кажется, что они живут в Советском Союзе, что есть какой-то город на холме прекрасный, есть этот вот ужасный САОК с его запретами, с его нелепой цензурой и совершенно не замечают, что все поменялось местами. Что сейчас на форумах западных средств массовой информации комментарии читательские, они напоминают по тональности и по тематике разговора на кухнях в советской, даже не скажу, что интеллигенции, а вообще у советских людей собирать на кухне, в общем, поговорить про международную обстановку и главное про дела наши скорбные. И вот там тональность такая же. Сейчас люди точно так же не доверяют западной медийке, люди на западе, я имею в виду, как мы не доверяли нашему агитпропу. Вообще все поменялось. Они сейчас возводят железный занавес. Вот поэтому, да, мы были империей зла, зла вернее, империей зла, они были империей добра. В системе каординат американского истаблишмента. Но сейчас-то все поменялось. Ну поменялось все. Просто вот зеркально поменялось. Не замечать этого, ну мне кажется, просто наивно. Я так поучаствую. Следишь, Костя? Да, да, да. А поддерживаете ли вы дружеские отношения с другим депутатом от органов, так скажем, с Терманом Гляном? Человеком выказал, вас ставят рядом часто журналисты, так сказать, как бы, потому что со стороны прокуратуры, да. правоохранительные органы, все, наверное, в прошлом. Ну, я поддерживаю отношения и с Гляном, к которому я отношусь с уважением, и с его новым Николаем. По-прежнему мы в таких именно товарищеских, дружеских отношениях. Мы сохранили и нашу общую политическую линию там, где необходима поддержка друг друга, мы в общем вместе. Я сохранил отношения и с теми, кто меня поддерживал с самого начала. Например, Юрий Николаевич Афанасьев. Это был первый, кстати, человек, к которому я обратился в прошлом году, когда решил порвать с КГБ и со всей этой кабарилией. партийный, полицейский. Он был первый, к кому я пришел. Меня спросили, а почему именно он, а не другой? Я сказал, потому что он у меня вызывал доверие, поэтому я к нему и пришел. Я не перескажу, что другие не вызывали доверия, но он мне был более, импонировал больше, чем другие, так скажем. Если я не ошибаюсь, в вашей предвыборной кампании активное участие принимала Татьяна Корягина. Сейчас она несколько неожиданно сменила, для многих неожиданно сменила политический курс. Поддерживаете ли вы отношения с Татьяной Ивановной? Я пытался с ней поддерживать отношения на чисто товарищеской основе. Я просто, как человек, многим обязанный ей, за ее исключительно активное участие в моей предвыборной кампании, смотрел сквозь пальцы на ее политические вывихи, я их так считаю. Она может, конечно, считать иначе. И вот у меня, когда был такой небольшой торжественный повод этой реабилитации после отмены президентского указа, который лишил меня пенсии, званий и прочее, я, конечно, ее пригласил, как и многих других своих товарищей, в том числе Александра Николаевича. Яковлева, кстати, и Гляна, и Иванова, и других. Но она почему-то не пришла. И мы звонили ей тоже недавно, она ссылалась на болезнь. Я очень сожалею, что так произошло, хотя я понимаю, что в жизни всякое бывает. Но я к ней храню теплые чувства, независимо от ее политических глядов, которые я, разумеется, никак не могу разделить. Олег Данилович, когда мы с вами разговорили в первый день Пуча, вы, что меня удивило, во-первых, находились дома, а во-вторых, очень резко отзывались о путчистых, говорили, что это преступники, что их, так сказать, надо судить. И, так сказать, с моей точки зрения, проявили поразительное смелость и мужество. Это была смелость и мужество от информированности? Вы знали, что это больше, чем, допустим, знали мои коллеги-журналисты, и, в частности, я? Или вы считаете, что это ваши личные какие-то качества? Вы себя считаете смелым человеком? Ну, это было мое личное мнение. Я не считал его возможным. В этой критической ситуации человек должен был проявиться. Либо он высказывался так, как он считал нужным, либо он должен был просто ускользнуть гражданские ответственности, уехать на дачу или в Крым, или просто промолчать. Я просто сделал то, что логично вытекало из моего предыдущего поведения. Я сказал, что это преступники, что через 2-3 дня весь этот путь лопнет, потому что их не поддержит народ. Я это сказал и BBC в 8 часов утра 19 числа и еще кому-то я уж не помню. Это была однозначная позиция. Я рад, что она оказалась на теле. Меня поразило, что вы были дома. Вы не боялись ареста. Вы ведь как бы предупредили даже Яковлева. Да, в 6.15 я подознал Яковлеву. Потом я вышел на балкон, был хороший августовский такой день, утро и увидел вдруг «Жигули», который никогда в этом месте не стоял. У нас здесь небольшая парковка в домах, но она стояла чуть в стороне, хотя были места, и я сразу подумал, это за мной. Когда где-то в 9-м часу я вышел из дома, за мной сразу прошло 2 машины. «Жигули», кстати, кто-то написал «Волги», но «Волга» не было, было 2 «Жигули». И они меня сопровождали как раз до Белого дома, куда я сразу же направился после начала путчика. Вы не пытались эвакуировать семью как-то? нет, нет. Единственное, что я сделал, я зарядил свой хороший карабин и сказал, что если надо будет, мы будем отстреляться. А у вас есть хорошая? Конечно, охотничает, прекрасный карабин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!